ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я скажу, что это одно из новых направлений в развитии нашей компании. То, что оно прошло в Полиском, это наша заслуга, потому что мы впереди прочих заводов действительно создали прекрасную учебную базу для развития персонала завода, для развития нашего многопрофильного технику, для профориентации школьников. И на фоне других предприятий мы действительно смотримся значительно лучше. Мы укомплектованы хорошим дидактическим оборудованием, мы продолжаем развивать это хозяйство. И я скажу, что сегодня, конечно, можно сказать, что корпоративный университет, который состоит из учебных площадок на каждого завода, плюс наш институт Роснети, плюс центр научный Сколково, плюс научный центр в Хьюстоне. Значит, это все тот актив, который будет работать для того, чтобы работники завода повышали свою квалификацию, для того, чтобы они получали дополнительные компетенции, для того, чтобы в каждый календарный период мы могли решать те вопросы повышения квалификации наших работников, которые бы нам позволили оставаться лидерами в трубном производстве. На открытие корпоративного университета приехало все руководство компании, приехал в полном составе совет директоров, приехали в составе совета директоров такие яркие личности, которых знает вся Россия. Значит, председатель союза промышленников и предпринимателей Российской Федерации господин Шохин, член совета директоров Чубайс Анатолий Борисович, члены совета директоров независимые, два американских специалиста, и практически в полном составе, без малого, генеральный директор со всем аппаратом управления компанией, со всеми своими заместителями. Это говорит о том, что руководство компании, акционеры, придают очень серьезное внимание развитию этого вопроса. Конечно, это стоит серьезных средств, конечно, это стоит хлопот, конечно, это ставит и обязывает нас серьезно заниматься этим вопросом, но в основе лежит получение более высокой квалификации всего персонала трубной компании. Михаил Васильевич, личные впечатления от общения с Шохином и Чубайсом? Ну, это действительно очень грамотные специалисты, очень приятно с ними общаться, очень серьезно интересуются, естественно, нашим предприятием, трубной компанией в целом, поскольку и Шохин, и Чубайс, они первый раз на нашем заводе, значит, им было все интересно. Искренне порадовались за наши производственные успехи, за то, что мы действительно имеем в своем распоряжении наилучшие доступные технологии, и это есть наша гордость, это тоже результат нашей работы, и они были восхищены, что у нас здесь, на Урале, действительно, несмотря ни на что, вопреки всему, создаются такие мощности, которые являются, в общем-то, наилучшими доступными технологиями. Очень тепло отзывались о том, что мы с вами работаем и сохраняем наше историческое наследие, о преемственности поколений, это их, естественно, тоже трогает и вызывает уважение. Поэтому в целом оставлено такое очень хорошее впечатление от их посещения. – Насколько для вас был неожиданным интерес Анатолия Борисовича непосредственно к реальному производству, ведь в программе его посещения завода не было, непосредственно посещения цеха, и именно прошивного? – Конечно, мы знаем, что Анатолий Борисович, он был и политиком, был и членом правительства, занимал очень серьезные должности, принимал очень серьезные решения, но в то же время мы знаем, что он был ведь и серьезным производственником, он руководил самым крупным холдингом, так будем говорить, РАО-ЕС. – И, естественно, он достаточно опытный человек в производственных отношениях, поэтому у него просто огромный интерес и к производству, и к тем людям, которые занимаются таким серьезным производством. И именно он высказывал свое восхищение о том, что я поражен, что у нас в России, здесь, на Урале, есть вот такие производства, что мы абсолютно конкурентно способны, что здесь наилучшие доступные технологии, и здесь работают грамотные специалисты. – Михаил Васильевич, следом за открытием корпоративного университета состоялся Совет директоров, тема была – охрана труда. Вот несколько слов по этому вопросу. – Самый важный вопрос, который всегда стоит впереди всех вопросов, это вопросы охраны труда и промбезопасности, сохранения здоровья и жизни нашего трудового коллектива. Поэтому главный вопрос, который в этот раз обсуждал Совет директоров, вопрос номер один как раз был этим. Значит, доложили, в целом обсудили результаты работы компании за 10 месяцев, значит, обсудили результаты проведения Steel Safety Day, увидели, что есть позитивные изменения, но по-прежнему есть проблемы, которые, естественно, надо решать. Задача, которая стоит, она очень простая – ноль травматизма. Каждый человек, работающий на заводе, должен быть здоровым и должен быть невредимым. Поэтому два пути решения этого вопроса. Первый путь – это выявление рисков, значит, потенциальных устранений этих рисков. Второе направление – это воспитание трудового коллектива к нетерпимости нарушения правил безопасности. То есть надо менять ментальность наших людей, и надо понимать, что общий результат всего трудового коллектива при изменении ментальности, значит, при нетерпимости к нарушениям правил безопасности, при исполнении всех обязанностей, всех участников нашего трудового процесса, должно дать такой результат. К этому мы стремимся. К сожалению, в прошлом году у нас было три несчастных случая, из них один смертельный. Это очень прискорбно. Значит, в этом году мы имеем четыре легких случая, но половина из этих случаев, будем говорить, связана с игнорированием правил безопасности, с грубейшими нарушениями со стороны пострадавшего. Поэтому будем продолжать эту серьезную работу. Мы когда-то привыкли, что совет директоров завода с участием руководителей компаний-акционеров проходил здесь, на территории, ежеквартально. Мы перестраивали сталиплавильное производство, каждое совещание докладывали о ходе реализации наших инвестиционных проектов. Но сегодня компания, она разрослась, она стала большой. Естественно, не хватает времени наших руководителей, наших акционеров на посещение. Поэтому радует то, что все-таки в полном составе руководство компаний-совет директоров побывали на нашем заводе. Они сегодня посмотрели состояние наших дел, состояние наших мощностей, коснулись обсуждения наших проблемных вопросов. И в целом, результатом основным, я скажу, что этого посещения, это то, что мы сегодня обсуждаем и говорим о разных вопросах на одном языке. Они нас понимают, они знают эту ситуацию. И вместе, значит, руководство компании, руководство завода, естественно, будет решать с пониманием те проблемные вопросы, которые сегодня стоят на заводе. Это как бы один результат. Ну, а второй результат, конечно, всегда есть возможность показать то новое, что мы с вами сделали за последние полтора года, допустим, как в отношении нашего исторического наследия, как в наведении вопросов культуры производства, в обновлении и показать ход строительства очередного нашего объекта, реализации инвестпроекта по строительству термоотдела. В целом, руководители были удовлетворены. И я думаю, что те задачи, которые нам были обозначены, мы их обязательно выполним. Думаю, что следующий такой крупный приезд наших руководителей должен состояться, когда мы с вами будем запускать наш очередной инвестпроект термоотдел номер 3. Думаю, что это будет либо в декабре 2018 года, либо в первом квартале 2019 года. В целом, я удовлетворен теми контактами, которые произошли, обсуждением тех вопросов, которые мы обсуждали с руководством и с акционерами.